На международной промышленной выставке Иннопром-2024, которая сейчас работает в Екатеринбурге, свою экспозицию с крупнейшими предприятиями региона представила и Самара. Во время работы делегации правительства Самарской области во главе с Врио губернатора Вячеславом Федорищевым было заключено соглашение о сотрудничестве с АО «Трансмашхолдинг». Оно направлено на развитие и модернизацию общественного транспорта. Подписи под документом поставили глава региона Вячеслав Федорищев и гендиректор предприятия Кирилла Липа. Новый партнер поможет в обновлении общественного транспорта региона и анализе маршрутной системы, уверен в Рио губернатора. Это ведущий производитель как путевой техники, трамвай, автобуса, так и центра компетенции. Исходя из работы в многих регионах России, предлагают еще и аналитику и понимание, как правильно составлять транспортные маршруты, как анализировать транспортные потоки. Мы договорились о системном взаимодействии. Важнейший вопрос, который всех волнует, это обновление транспорта, это и трамваи, и автобусы. Мы договорились о том, что будем идти в этом ключе. Скоро будут объявлены конкурсные процедуры. Я уверен, что до сентября мы физически уже будем обладать новую технику в Самаре и далее из года в год будем ее обновлять в соответствии с нашим планом. Для нас, безусловно, связь с регионами, она является определяющей. Все-таки мы производим городской транспорт, поэтому нам очень важно понимать, как развивается транспортная система региональная, какими темпами наша продукция не может ездить по обычным дорогам. Она ездит только там, где проложим путь. И поэтому принципиальным является развитие инфраструктуры. Также глава Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Координационного совета по промышленности. Его провел глава Минпромторга Российской Федерации Антон Алиханов. Вячеслав Федорищев является заместителем руководителя комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению промышленность. Он рассказал о том, что работа комиссии будет меняться в соответствии с национальными проектами, а также предложил министру ряд решений и выразил надежду, что они будут поддержаны. Виктория Шара и события.